В центре полотна изображен мужчина в костюме. Это автопортрет художника Владимира Григоряна. Его лицо тщательно прописано, а вот фигуры вокруг безликие и обнажены. Дело в том, что это не конкретные люди, а образы. Здесь и старушка с протянутой рукой. Она написана желтым цветом и напоминает сгорающую свечу. И лежащий на земле мужчина, который тянется к бутылке, то есть к своим слабостям. Чуть выше на картине пара мужчин. Один сидит у другого на плечах. Они олицетворяют идею художника. Всегда есть люди, которые несут этот мир на себе, а есть те, кто катится сверху. То есть просто пользуются тем, что есть. Само полотно называется «Впечатление». С его помощью художник описал свой взгляд на общество. Изначально человек уформирует его окружение. А уже потом тот, кто смог все переосмыслить, сам может влиять на мир. В этой картине, как мои размышления, в какую среду я попал и что бы я хотел, чтобы на меня влияло, как в живописи и в предметах. Так вот, я понимал, что на меня будет это иметь влияние. И моя задача оттуда то, что отметить себе. Вот это мне не нравится. Такое лучше, чтобы в жизни не было, чтобы бабушка стояла и просила. Вот просто не должно существовать. Это полотно занимает центральное место на выставке Владимира Григориана. Она открылась в выставочном зале на Красноармейском проспекте. Представлено около 80 картин. Владимир Григориан пишет их в собственном стиле, у которого пока нет точного названия. Ведь, как говорит сам художник, он не стоит на месте, а постоянно привносит в свое творчество изменения. Например, на то, чтобы добиться реалистичного изображения в очень ярких цветах ушло несколько лет. Я стремился прийти к такому цвету, которого, грубо говоря, почти ни у кого нет. А если есть, то сложно владеть этим. А там технически есть такой момент, чем насыщеннее цвет, тем сложнее из него сделать картину. Это будет в мультик превращаться. А в живопись нет. То есть это будет уже или трафарет, или что-то подобное. Или уйдет совсем уже декоративный искусственный. Но я вот, грубо говоря, добился уже того, что делаю то, что, ну, можно похвастаться. Мало кто умеет делать. Еще одна отличительная черта полотен Григориана – образность. К примеру, эта картина посвящена пандемии. Автопортрет, где вместо медицинской маски – купюра. Так художник обличает тех, кто использовал ковид как средство наживы. Именно таким, на злобу дня, по мнению Григориана, должно быть современное искусство. И именно такую картину можно будет продать за большую сумму. Впрочем, это только один из факторов, которые влияют на стоимость. Цена зависит от актуальности работы, от профессионализма исполнения и от образности картины, насколько она необычная, неповторимая. Ну, грубо говоря, даже так скажу, вот простой такой же пример на автопортрете примере. Вот нет такой картины во всем мире. Вот могу смело сказать, ну нет такой картины во всем мире с такой маской на лице. Есть с масками, может быть, там всякое, но такой нет. Однако на этой выставке продавать полотна не будут. А вот оценить собирательные образы и ознакомиться с необычным взглядом художника можно до 12 марта.